Друзья, здравствуйте! Я вас рад всех приветствовать. Слава Богу, это событие случилось. Мы все гадали, думали, когда же, когда же, но все-таки это произошло, и я вас с этим событием всех, безусловно, поздравляю. Я расскажу о себе немножко, потому что вряд ли кто-то меня так хорошо знает. В общем, я занимаюсь арбитражом примерно с 2014 года, арбитражил таких источников, как таргет-мейл, я думаю, олдфаги поймут, и еще закупал рекламу в ВК, когда не было никаких бирж, когда можно было напрямую договариваться с владельцами пабликов и прокидывать всякую черн с бешенными роями и так далее. Так, поскольку мы познакомились, расскажу вам про свою тему доклада. Это топовый геонабетинг и гемблинг, где и как лучше всего конвертинг. Итак, для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно сначала обратиться к статистике. Вы все знаете прекрасно, что коронавирус очень сильно повлиял на нашу жизнь, а в особенности на спортивные мероприятия. Вы, естественно, прекрасно знаете, что в марте это, начиная с марта, все события отменялись во всех мировых профессиональных видах спорта. Соответственно, за счет этого у нас произошел спад. Сейчас я хочу вас ознакомить со статистикой перетекания игроков из одного продукта в другой и, соответственно, познакомлю вас с процентным соотношением этого перетекания. Вы сейчас можете заметить на экране, что есть списочек, точнее есть график с января по сентябрь, я взял закрытый период, в котором как раз отображено количество в процентном соотношении игроков, которые занимались сначала беттингом, потом перешли в гемблинг. Соответственно, фиолетовый цвет это казино, серое это спорт. Мы видим, что в январе и феврале и марте процент игроков, которые заходили в беттинг, был порядка 60%. Начиная с апреля месяца, когда как раз плотно развернулась волна пандемии и все, как я говорил ранее, события были отменены, мы видим, что в среднем процент из каждого месяца перетекания игроков составляет порядка 5-10. То есть в период августа и сентября мы видим, что количество игроков, которые остались в гемблинге составляет порядка 70%, там 68%, а игроков, которые остались в беттинге, соответственно, порядка 30%. Это общая статистика по всем нашим гео. Сейчас я ознакомлю вас точечно по тем регионам, по тем странам, которых у нас, скажем так, лучше всего конверт. Это Узбекистан. Вы видите, здесь примерно такая же корреляция цифр по отношению к общему слайду по всем гео, только процент игроков, которые заинтересованы в казино, здесь даже в пике в мае и июне составляет порядка 76%. То же самое я продемонстрирую вам в рамках Азербайджана. Аналогичная ситуация, даже в Азербайджане игроки в казино намного более азартны, более лудоманы, так сказать, и за счет этого процент игроков, которые относятся казино в составе порядка 75%. Мы видим, что на примере наших топовых гео проявляют больше интерес игроки к продукту казино. Соответственно, это я вам отразил непосредственно на слайде. Следующий момент. Я хотел бы продемонстрировать конверсию из регистрации в депозит. Также сначала я продемонстрирую вам общий списочек по всем нашим гео, а потом точечно по тем, которые у нас лучше всего заходят. Вот вы видим, что в январе-феврале процент конверсии по БК составлял порядка 8-11 и начиная во время пандемии он начал снижаться. То есть в самый разгар пандемии в апреле он составлял порядка 6% против 13% казино. То бишь корреляция порядка в два раза цифр. Соответственно, это довольно-таки большая разница с точки зрения конверта. Также я хотел вам продемонстрировать то же самое разбитки на наши топовые продукты, такие как Азербайджан и Узбекистан. Сначала начну с Азербайджана. Да, стоит отметить, сейчас в Азербайджане идет военное действие. Это сильно повлияло на общий конверт и вообще на аудиторию. То, что они сейчас, конечно же, в меньшей степени интересуются букмекерками и казино. За счет этого я хочу провести параллель, что Азербайджан очень схож с Турцией. То есть Турция, она очень похожа с точки зрения именно заинтересованности аудитории. Тот же самый подход и работает, как и на Азербайджан. Плюс у них даже один и тот же язык. То есть он там совпадает очень сильно. То есть с точки зрения именно теста данной региона я вам советую обратить на него внимание. То же самое по Узбекистану. Мы тоже видим, что порядок цифр примерно одинаковый по отношению к общему слайду, по общей статистике. Что также в апреле месяце конверсия по БК составила порядка 5% против 14% на Гемлик. Ну и в последующем месяце она в принципе особо не выравнивалась, как вы можете увидеть на слайде. Итак, подведем итоги касаемо топовых гео. У нас, забегая немного вперед, я расскажу вам приватный кейс про Польшу. Польша себя показала очень, зарекомендовала себя прям как отлично потенциальная гео, которая хорошо конвертит, где игроки активно заходят на последующие дни и, соответственно, активно депают. Советую обратить внимание на данные гео, потому что действительно конверт и вовлеченность игроков, она очень велика. То же самое про Турцию. Турция, как я и говорил ранее, с Азербайджаном очень схожа с точки зрения менталитета и подходов. И поэтому все те компании, которые раньше лились на Азербайджан, можно потестить на Турцию, не меняя подход, но с точки зрения только языка, то есть не языка, а валюты. То есть это единственное, что будет необходимо переделать перед подготовкой запуска теста на данный регион. Соответственно, Узбекистан, не побоюсь этого слова, у нас по Узбекистану самый лучший конверт, потому что у нас подключена платежка, которую не могут другие рекламодатели охватить. За счет этого мы обладаем одним из самых высоких конвертов на рынке, я не побоюсь этого слова. И плюс ко всему мы готовы даже сплиты проводить, и мы уверены в том, что наш оффер будет намного больше и лучше показывать конверсии и заработка потенциального вебмастера. Соответственно, после того, как мы обсудили топовые регионы, топовый гео и процентное соотношение перетекания игроков и вообще вовлеченность, я бы хотел вам продемонстрировать топовый кейс приватный от команды KLD Team. Спасибо огромное Валентину, ему салам. Сейчас я вам продемонстрирую, каким образом мы подходили к заливу трафика на данные гео. Для начала по стандарту выбрали два лендинга, которые мы пускали сплит. Первый лендинг – это колесо. Оно знаменитое, все, наверное, кто занимается этой вертикалью, с ним знакомо. Оно дает хороший конверт, хорошую вовлеченность. А второй лендинг – это была форма регистрации с депозитом на бонус. Да, мы знаем, что, как правило, данный лендинг не заход, но в некоторых регионах он имеет выше конверсии, поэтому мы поставили сплит оба этих лендинга для того, чтобы понять, какой из них лучше всего конвертер. Забегая вперед, я скажу, что колесо намного лучше. Так, что мы делаем? Подготовка к сливу трафиком. Для начала мы что делали? Мы сначала подготовили приложение, то есть использованный источник FB, сливали на прилку, и для того, чтобы подготовить работу, мы сделали следующие шаги. Первое – это проверили бы способность колеса в нашей приле, а самое главное – наличие сохранения кук. Ведь мы же не хотим, чтобы игрок, который уже регнулся по нашей ссылке, увидел потом в дальнейшем то же самое колесо. Соответственно, это очень важный момент. Второе – это проверили локализацию продукта, чтобы все валюты, языки, саппорт отвечал на местном языке для того, чтобы не терялась конверсия, чтобы игрок потенциально не мог никуда уйти, скажем так, из-за того, чтобы видеть данные, которые не подходят к данному региону. Следующий момент – это проверили возможность регистрации, проверили работу слотов, отправку приложения в техподдержку. Да, я думал, что этот пункт не важен, но на самом деле это имеет место быть. И, соответственно, проверили кнопку «назад». Прилла должна быть локализован. Ну, стоя, в принципе, уже и сказал, что все должно быть в рамках конкретного гео, чтобы все платежки, языки, чтобы все-все-все коррелировалось с тем гео, на которое мы льем. Следующий этап подготовки – это креативы. На тест мы выделили три категории, ну, три, так скажем, вертикали, три направления. В каждом направлении мы использовали порядка пяти разных креативов. Три категории – это первый – это слот с эмоцией, второй – с лакшери-лайф, и третий – это нативные колеса, про что я немного ранее говорил. Следует отметить, что все надписи тоже так же деланы на местном языке. Я очень акцентрирую на этом внимание, потому что это действительно важный момент, поскольку это влияет все на конверсию. Мы же не хотим сливать свои тестовые бюджеты в пельменную, и за счет этого я по этому поводу говорю и напоминаю несколько раз. Также из одной фишек. Крео мы использовали смс-ки из банка, то бишь это пуш-уведомления и смс. Это действительно хорошо конвертит. В Польше банк – это PLM, по-моему, он называется, если я не ошибаюсь, это аналог нашего Сбера, который покрывает почти всех пользователей, то есть почти у каждого поляка есть карта в этом банке, и посредством этого вызывает дополнительную лояльность и, соответственно, доверие потенциального игрока, который увидит вашу рекламу. Ну и, соответственно, при выигрыше количество денег также указано в злотах, ну, то бишь в местной валюте. И очень прикольная фишка, я вам сейчас продемонстрирую на видео, как это выглядит. Это, так сказать, шкала с эмоциями. То есть в зависимости от выигрыша на креативе человека, то есть шкала эмоций ползет вверх, соответственно, сыпятся деньги, и это довольно-таки круто заходит. То есть это вызывает, опять же, дополнительную лояльность и доверие у потенциального игрока, и он посредством этого видео чаще кликает, чаще, соответственно, переходит и депает. После того, как мы подготовили креативы, мы осуществляем залив и таргетинг. В заливе мы использовали, как правило, BM и соц.аккаунты и заливали наши креативы в два BM, потому что на основании опыта и предыдущих сливов мы понимаем, что не в каждой BM креатив может стать, скажем так, правильным образом и давать хороший результат. Поэтому для того, чтобы получить больше аналитических данных по тестам, мы засовывали этот креатив в разные BM и смотрели, как это все дело конвертится. Основная сложность, которую… А, я еще забыл упомянуть, каким образом мы тестили креативы, какую сумму выделяли на спен. Как правило, эта сумма равна 50% от суммы CPA. То есть в рамках Польши у нас 60 баксов ставка, соответственно, спен средний порядка 30 долларов должен быть. То есть в случае, если после 30 долларов креатив не конвертит, нет никаких FD, либо переходов, либо регистраций, как правило, этот креатив уже не используется в дальнейшем и не тестится. Самая основная сложность, которую встречаются арбитражники, это когда нужно стопать, когда нужно, на каком моменте, на каком проценте спенда и сумме спенда нужно стопать. Ну, тут такой очень интимный вопрос. Необходимо, конечно же, развивать в себе интуицию. Это важный момент, потому что на 31 долларе спенда может получиться наш заветный депозит, который мы как раз желаем. Следующий момент – это старгетинг. Ну, старгетинг мы особо не мудрили. Для того, чтобы показать рекламодателю хорошее качество трафика, выбирали возраст 28+, потому что это более платежеспособная аудитория, и на начальном этапе рекламодателю необходимо продемонстрировать более качественный трафик, чтобы он позволил дальше продолжать лить на этот оффер, и, соответственно, выдало капы, либо повышенные ставки и так далее. Ну, по версии мобильного ОСИ, операционной системы, это Android 6+. Показало, что от этого нужно отталкиваться, и, соответственно, минимальная операционная система ставит 6+, по Android. Следующий этап – я бы хотел продемонстрировать видеокреативы, которые как раз мы использовали в заливе на Польшу. Сейчас наши коллеги это продемонстрируют. Тут были 4 пачка креативов. Первый – как раз это колесо с мобильным банком и с использованием знаменитости. Мы никогда не подумали, что Роберт Ливандовский является просто амбассадором спорта в мире Польши, и он действительно показывал отличный конверт. Следующий ролик. Вот про то, что я говорил вам ранее, это шкала, так сказать, эмоций. Она офигенно работает. То есть, в зависимости от выигрыша, ну, потенциального выигрыша игрока, шкала растет, и за счет этого вызывает больше потенциала и больше желания кликнуть на эту рекламку и, соответственно, перейти. Здесь наложен звук, что в большей степени тоже мотивировало в дальнейшем потенциальных игроков кликать на этот креатив. Ну, и следующий, завершающий. Вот видите, банк поиски, поиски из лота указаны. То есть, это как раз то, что я вам говорю, что вызывает больше лояльность и доверие, соответственно, потенциального игрока. Спасибо. Так, теперь я хотел вам продемонстрировать результаты слива тестов. Начну с самого плохого, что показало плохие результаты. Соответственно, я буду называть цифры, я думаю, всем видно. Вот самый последний поток, 65608, в нем залито несколько креативов с эмоциями. Идет, ну, как бы, с этот креатив, он хорошо заходит, но трафик очень дорогой у нас. И за счет этого у нас выбивается стоимость пенда, и за счет этого мы данный креатив не использовали в дальнейшем. Следующий, 65810. Креус эмоций дешевле, но не проходит по цене инсталла. То есть, стоимость инсталла была намного выше, чем мы закладывали в первоначальную стоимость. За счет этого у нас он не сильно конвертился, и мы, соответственно, его не масштабировали. Следующий, это 65606. Это тоже креус с нативным колесом, которое было первое, как раз с Робертом Ливандовским. Оно показывало очень отличные показатели, но стоимость трафика была высокой. И за счет этого мы не стали его использовать в дальнейшем. Ну, и, соответственно, поделюсь самым первым. 65688. Это прекрасная конверсия из регистрации в депозит, но, к сожалению, стал бы около 5 долларов. Трафика получалось мало, но при этом он был супер качественный, и мы решили, скажем так, этот поток масштабировать, чтобы продемонстрировать рекламодателю отличное качество на стат, для того, чтобы на долгосроке получить лучшие условия и, соответственно, получать намного больше райов. Итак, результаты этого теста, слива этого теста. То есть, потратили мы порядка 1312 долларов, без учета расходников и всего, просто на трафик. А получили с этого порядка 1680 долларов роя. То есть, в среднем, это порядка 178%, что является хорошим показателем, на мой взгляд. Я не знаю, я думаю, что вы тоже разделяете данную мысль. И, соответственно, в заключении хочу сказать, что Лэнс Колесон дал топовый конверс в связке с эмоциональным крео и нативными сплывашками из банка или с интерфейсом мобильного приложения, что я вам показывал немного ранее. Самый такой основной глобальный вопрос, есть ли смысл приходить из беттинга в геймбло. Но, как мы и говорили ранее, от второй волны карантина никто не застрахован. Есть вероятность, что, опять же, большое количество спортивных предприятий в дальнейшем будет отменяться. И, соответственно, веб-мастера не будут знать, каким образом наливать трафик, если нет никаких событий. Никакой-нибудь крикет или белорусский футбол. Я думаю, там будет небольшой объем игроков, за счет которого нельзя будет достичь тех показателей, которые будут необходимы. Ну и, соответственно, смысл приходить есть, потому что геймбло, как я вам показывал ранее на скриншотах, продемонстрировал просто бешеные результаты с точки зрения вовлеченности игроков и конверсии. Поэтому однозначно есть смысл двигаться в этом направлении и, как минимум, пытаться тестировать. Если есть какие-то там нужные… Ну, если какие-то есть вопросы, мы всегда готовы помочь на старте, объяснить, что лучше заходит, какая воронка, какие источники. В принципе, никаких сложностей в этом нет. Ну, конечно же, самая главная, наверное, часть конференции – это перечисления, какие мы крутые и классные. Поэтому без этого никуда не обойтись. Есть три вида плюшек. Первая плюшка – это для веб-мастеров. Я думаю, вы, в принципе, можете ознакомиться с самостоятельным. Я проговорю. Это аналитическая система по оценке качества трафика. Соответственно, привилки в аренду под Android. То есть мы даем их на безвозмездной основе, то есть не в аренду, ничего. То есть даем привилки с вами приложения, через которые можно отливать и получать хороший профиль. Сильный промо-материал с пушами с точки зрения конверсии и дальнейшего увлечения и удержания игроков в рамках нашего продукта. Широкий выбор гео. У нас сейчас в привате открывается несколько таких незаезженных регионов, о которых мы можем рассказать вам на стенде, если вы подойдете в высокие ставки. То есть, соответственно, мы не останавливаемся на каких-то… То есть никаких верхних границ по ставкам нет. Есть кейсы, где люди рассеивают по 120 долларов из-за того, что у них суперколумбийский трафик. Ну и, соответственно, легкий прозрачный KPI. Это основная такая вещь, которую мы, в принципе, используем для привлечения веб-мастеров. То есть у нас только бейслайн, прохождение бейслайна. То есть прохождение бейслайна равно выплата, получение выплаты. То есть здесь никакие сложности. Второй вид плюшек – это, соответственно, по продукту. Это гемблинг. Прозрачная бонусная система на старте каждый день. Постоянно проводятся всевозможные турниры, чтобы вовлечь игроков, чтобы они чаще заходили и, соответственно, больше заносили денег. Бонусный депозит активируется сразу же. На него и можно играть. То есть никаких вояжеров, ничего не нужно отыгрывать. Ну, соответственно, эксклюзивные игры и прелелизы для MozBand. Это что касается именно гемблинг преимуществ. Сейчас мы поговорим про беттинг. Соответственно, по рамкам беттинга преимуществ у нас нет в верификации игроков. То есть мы знаем, что наши конкуренты, они очень… Ну, то есть без верификации ты не можешь вывести денежные средства на счет. У нас эта возможность, соответственно, есть. Усиление линии для СНГ, то есть большое количество спортивных мероприятий и событий, которые просчитаны на долгое время, и плюс их количество само по себе поражает. Я не буду вдаваться в детали. Я думаю, если кому-то интересно, можно сам ознакомиться. Соответственно, выплаты в день запроса, узнаваемый бренд высшей конверсии, ну и один аккаунт для спорта и казино. То есть потенциальному игроку не нужно переходить из одного продукта в другой, и, соответственно, баронка, она намного, соответственно, ниже. Теперь тезисно подведем итоги моего доклада. Какую цель я преследовал, когда вам рассказывал все это. Первое. Это необходимо уделять время и ресурсы на освоение и гемблинг, и беттинг вертикали. По какой причине, я уже ответил. Активность игроков в казино намного выше, нежели активность игроков в беттинге. Смысл из БК в гембло переходить есть, так как никто не застрахован от повторной волны карантина и этой пандемии. Ну и, соответственно, тестируйте наши приватные и топовые гео для того, чтобы собирать сливки. У меня все. Спасибо. Спасибо.